всем привет ребят и давайте начнем с того что скажу пару слов про клан что у нас сейчас происходит вот ребята именно значит такое поступило предложение у нас в нашем коллективе значит сделать клановые цвета до клановые цвета такое явление мы наблюдаем в этой игре да есть кланы которые есть у них их не цвета кланов да вот и мы все-таки решили подойти к этому моменту может уже и пора на самом деле вот так как все-таки идея на самом деле неплохая давайте обратим внимание на то что и в жизни да также вот посмотрим будь это какая-то команда до спортивная или будь это там формула-1 там или любые другие гонки или какие-то единоборства но неважно да даже возьми какие-то корпорации там или сети или еще что-то везде там сотрудники спортсмены какие-то участники мероприятий до представляют свои какие-то традиционные клубные цвета вот поэтому мне показалось эта идея достаточно хорошей и мы ее начали раскручивать в нашем клане вот естественно конечно же не все гладко проходит вот кто сталкивался с этим моментом знает есть свои подводные камни потому что у каждого ведь свои приоритеты по цвету свое видение свои взгляды да но тем не менее мы начали внедрять это дело в наш клан вот и решили остановиться значит вот на таком вот цвете вот почему такой цвет может быть он немножко такой своеобразный но в то же время он на мой взгляд и оригинальный вот решили отойти до от стандартных до каких-то цветов там традиционных красных зеленых синих желтых черных да и все-таки решили что вот наш клан немножко сделать его более чуть-чуть оригинальным да и вот именно поиграть на цвете вот и вот получился вот такой вот цвет то ли небесный то ли изумрудный то ли бирюзовый да ну что-то вот как хотите да вот но дело в том что с таким цветом вот сколько например я играю встречаю очень очень редко может быть даже не с таким но похожим до попадаются но все-таки не так часто вот и считаю что этот цвет редкий поэтому хочу застолбить его за кланом гост вот и будет это значит с этого момента на наш клановый цвет вот поскольку вроде бы так я посмотрел кланы не используют такой цвет нету клановых цветов воды решили остановиться вот на данном выборе пока не знаю конечно может быть что-то будет в будущем меняться но пока что решили все-таки попробовать да и надеюсь что конечно же наши ребята ребята игроки нашего клана все-таки поддержат да вот это вот единство конечно же должно быть как я и говорил все таки любая команда представляет свой цвет свою форму да вот поэтому все таки попробуем мы продвинуть это дело в нашем плане и чтобы это был у нас такой клановый наш цвет необычный какой-то с одной стороны но с другой стороны зато вроде как свой почерк до своя изюминка это неплохо вот ребят ну значит давайте что тут у нас еще какие перемены ну по навыкам все без изменений да пока все держится так же как и было вот все арендные навыки открыты по пассивным пока еще вот эти два нижних мы пока еще не подошли к этому моменту но вроде как и не горит особенно да поэтому сейчас прям нет такой необходимости и спешки чтобы немедленно немедленно открыть да вот далее далее ну вот кстати уже кто-то начинает поддерживать до из ребят и переходить вот на вот такие вот цвета клановые клановые гостовские цвета вот это конечно же радует вот значит значит клан по-прежнему ну или не по-прежнему а пока еще на седьмом уровне да у нас развитие на седьмой ступеньки находится но потихонечку движемся вот и конечно же будем прогрессировать дальше развиваться и набирать обороты вот значит по игрокам пока что 80 до максимальное количество игроков в клане может быть 80 вот пока не открываем 90 100 нет необходимости вот поэтому ребят тоже дело пока с этим не горит формируем состав набираем игроков до подходящих клану кто подходит клану кому подходит клан это тоже такой кропотливый процесс на самом деле и не так все просто с этим не хочется просто так понабрать игроков которые будут там где-то как-то сами по себе просто сидеть в клане как это делают во многих кланах да все таки хочется какой-то коллектив единомышленников до собрать ребят по духу да и чтобы всем было интересно комфортно но с удовольствием играть в клане вот такая задача у нас стоит и потихонечку конечно же мы к этому делу идем вот ребят поэтому если вы из таких людей кто не хочет себя прям там обременять какой-то такой рутинный там работы игрой в клане там на очки пожалуйста у нас сообщение открыто у нас таких напрягов в клане нету приходите будем рады вот тот кто хочет просто поиграть да в свое вот удовольствие и обыкновенного там общения до какого-то вот пожалуйста приходите вот на ваших экранах адрес клана да вот поэтому айди кидайте ваши заявки и конечно же мы вас будем принимать знакомиться будем общаться вот а дальше будет уже видно там уже посмотрим ну если есть желание приходите приходите ребят вот если вам это интересно как горится милости просим вот но давайте вернемся к теме нашего выпуска тема у нас на самом деле сегодняшнего выпуска это я хотел поговорить про пистолет пистолет лахти л-35 или лахти л-35 вот но в общем то этот пистолет дается в боевом пропуске бесплатным то есть каждый игрок да может стать счастливым обладателем данного пистолета любой желающий кто дойдет до 35 уровня он на 35 уровне собирается в едино в целой в целое в единое и вот значит он будет выглядеть таким образом без приклада приклад на в следующем уровне на 36 вам дадут или же вы его приобретете кто на до 36 не дойдет его уже за золото приобретете но суть не в этом в общем то кто-то его уже открыл у кого-то он лежит кто-то не решается его прокачивать и давайте мы его рассмотрим с вами вместе что же это за такой пистолет вот тяжело ребят честно скажу вам прокачивать очков улучшения катастрофически не хватает значит сам я его прокачал на плюс 16 поставил патроны гаджеты до которые по моему 1600 золота будут стоить на него вот и на данный момент вот прокачал по урону по разбросу по скорострельности вот такие вот показатели он имеет на прокачке плюс 16 вот ребят ну считаю что достаточно неплохие у него показатели и скорострельности урон вот пистолет стоит в разделе легендарных ну вот мы видим легендарные цвета так скажем от оружия относится к категории легендарных вот но давайте же отправимся в бой в бою уже его затестим посмотрим что это за такой пистолет что он из себя представляет вот и уже как говорится будет все видно на деле там уже там уже все прояснится у нас конечно же на плюс 16 прокач не до конца и скорострельность и урон но тем не менее тем не менее пистолет выглядит вот так вот ну честно скажу вам прям вот при копии люгера да если вот так вот не присматриваться и вот окна вскидку сказать то тот же самый люгер по сути перезарядочка интересная быстрая такая у него такие две обоймы одну вытаскивает другую заряжает вставляет вот раз раз ну в принципе перезарядка достаточно быстрая у него движение с ним неплохие движение достаточно с ним неплохие но давайте смотреть дальше на средняк тоже хорошо он достаточно берет это для пистолета хорошо двигается с ним достаточно комфортно двигаться с ним через такой вот прицел через прицеливание тоже неплохо стреляет он кстати достаточно и далеко стреляет ну в принципе неплохо комфортно даже целиться через такой прицел ну в принципе неплохо комфортно даже целиться через такой прицел и на средняк он берет хорошо ребят единственное что вот непривычно что он так его как-то задирает да когда бежит создается впечатление что он его не успеет выхватить но нет он его выхватывает быстро выхватывает и это еще с прокачиваем на плюс 16 в принципе он тащит ребят тащит и неплохо тащит конечно это прям не вау там знаете вот это вот прям вот супер супер пистолет там какой-то топовый но он делает свое дело ребят делает я конечно не знаю как насчет играть на нем как использовать его как постоянное оружие до основное я не виду но как вспомогательное да и побегать на снайпере у кого тем более нету его вот я думаю что вполне вполне ребята и у кого пистолет ну вообще нету и вот сейчас вы получите в боевом пропуске да этот пистолет вот я думаю что будет очень даже неплохо с ним играться вот поэтому у кого он появится его можно смело прокачивать на нем играть даже не стоит не стоит там тратить золото на приобретение каких-то похожих подобных его пистолетов да ему пистолетов вот можно будет спокойненько играть на этом пистолете потому что убирает он неплохо да я не вижу там какой-то такой прям необходимости у кого этот будет пистолет приобретать другой пистолет в принципе этот вполне затянет поэтому ребята рекомендую его использовать можно ну точность у него честно говоря так себе да хотя заявлено что там неплохая точность да но мне кажется она не совпадает с реальной да но вполне вполне достаточно точная для выполнения контрактов запросто да и можно и так конечно поиск использовать но по крайней мере если он у вас есть на первое время вам выше крыши хватит на нем поиграть по выполнять контракты до побегать там он и вдаль хорошо берет нет пистолет честно говоря вот меня радует вот минусов у него не вижу для такого средничка до для своего уровня вот пистолет вполне вполне адекватный такой достаточно сбалансированный поэтому вам рекомендую у кого он есть и нету там допустим с пистолетами какие напряги пожалуйста ребят прокачиваете его это сто процентов вот я думаю что он на еще прокачано плюс 24 когда будет будет вообще по-другому совсем себя вести до нежели чем там сейчас вот у меня на плюс 16 да вот но в общем то что я могу сказать пистолет неплохой неплохой мне в принципе он зашел конечно же вы сами смотрите вот я не такой эксперт чтобы давать советы но я думаю что это пистолет не в минус будет в принципе я не знаю будет ли он приносить кому-то удовольствие или нет да там играть на нем но по крайней мере со своими задачами он будет справляться это точно вот поэтому ребят пожалуйста рекомендую у кого нет ствола пистолета да его можно спокойно раскачать на нем поиграть достаточно интересный такой вариант ходовой вот так скажем ходовой пистолет вот так что дерзайте а там смотрите сами конечно же вот ну а мы с вами как всегда прощаемся ребята вот вам желаю хорошего настроения побольше вам хороших игр побольше вам побед вот ну а мы с вами прощаемся до следующего видео все всем пока